Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы разберем теорию по теме кристаллические решетки, которую необходимо знать для задания номер 4 вместе с теорией о типах химических связей. Все вещества можно разделить по типу строения на две группы – молекулярного строения и немолекулярного строения. Это могут быть вещества с атомной, ионной и металлической кристаллической решеткой. Поговорим про вещества молекулярного строения. В этих веществах присутствуют только ковалентные связи. Они имеют низкие температуры кипения и плавления. В твердом состоянии они очень хрупкие, чаще всего не проводят электрический ток и являются газообразными. К ним относятся простые вещества, неметаллы, образующие маленькие прочные молекулы – кислород, азот, водород, сера-8 и галогены, фуллерен, белый фосфор. Сложные вещества – это соединение неметаллов с ковалентными полярными связями, кроме оксидов кремния и бора, соединений кремния и углерода. К таким веществам относятся, например, вода, оксид серы-6 и другие. Одноатомные инертные газы, например, гелий, неон, аргон, криптон и другие. Большинство органических веществ, в которых нет ионных связей, например, метан или кислоты. Далее мы с вами поговорим про вещества с атомной кристаллической решеткой. В узлах такой кристаллической решетки таких веществ находятся атомы, связанные к ковалентной связью. Они обладают следующими характеристиками. Это высокая температура плавления, высокая твердость, прочность, нерастворимость в воде, низкая электро- и теплопроводность. Примерами таких веществ являются, например, бор, алмаз, графит, кремний, красный фосфор, оксид алюминия. Сложные вещества, образованные этими не металлами, например, кремнезиом это оксид кремния или кварцевый песок, карбит кремния, корунд или карбит бора, нитрит бора, алмаз, графит. Поговорим про вещества с ионной кристаллической решеткой. Узнать такое соединение очень просто, по наличию ионных связей в нем. В узлах решетки находятся ионы. Такие вещества обладают следующими характеристиками. У них высокая температура плавления, высокая твердость, возможность растворимости в воде, растворы и расплавы проводят электрический ток. Примерами таких веществ являются соли, как органические, так и неорганические, в том числе и соли аммония, например, НС4-хлор, основания, оксиды металлов первой и второй А-группы, бинарные соединения, в состав которых есть металлы и не металлы. И далее мы с вами посмотрим последний тип кристаллической решетки, это металлическая кристаллическая решетка. Она встречается только в простых веществах-металлах, а также в их сплавах. В узлах таких решеток находятся атомы или ионаметаллов, в которые легко превращаются эти атомы, отдавая свои электроны. Вещества такие обладают следующими характеристиками. Это ковкость, пластичность, теплопроводность, электропроводность, металлический блеск и нерастворимость в воде.